Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 18 августа, вторник, и мы с вами не встречались уже примерно 15 дней. И 3 августа, с этой именно датой, мы будем с вами сравнивать показатели и поговорим о том, что у нас изменилось по ситуации в городе с коронавирусной инфекцией. Итак, у нас на сегодняшнее утро по статистике общее количество заболевших 1056 человек. И это дополнительно за истекшие 15 дней 87 еще человек. Таким образом, мы видим, что прибавка, если в среднем ее на день перевести, это примерно где-то 6 человек в день. И, конечно, нас это радует, и это гораздо меньше, чем было в прошлом месяце. Выздоровевших у нас всего 863 человека, и прибавка за 15 дней составила 167 человек. Таким образом, в среднем примерно 11 человек в день выздоравливает в два раза больше, чем заболевает. Ну и понятно, что сейчас болеют 193 человека. Из этих 193 человек, болеющих, 24 человека госпитализированы. Один в тяжелой форме и 14 в средней тяжести. И тут тоже мы видим, что произошли изменения, и мы видим, что легкие формы составляют уже не 80%, как было раньше, а уже 92%. А на тяжелые и средне-тяжелые формы приходится только 8% от всех болеющих. То есть, в целом, ситуация говорит о том, что мы по показателям прочно вышли на введенный сейчас второй этап снятия ограничений. Мы его полностью соответствуем по всем показателям. Мы полностью видим, что мы вошли в следующую фазу эпидемического процесса. При том, что количество тестирования становится у нас все больше и больше, но больных мы выявляем все меньше и меньше. При этом заболевшие переносят заболевание в более легкой форме. То есть, вот на этом этапе нас это все радует. И поэтому те изменения, которые нас ждут и которые уже начаты, они соответствуют ситуации. И если все-таки вторая волна коронавирусной инфекции придет, то мы, я думаю, еще с вами успеем к ней подготовиться. Я сейчас об этом еще немного скажу, каким образом. А пока скажу о печальном. Умерших у нас на сегодняшнее утро 6 человек, и это плюс еще один человек за истекшие 15 суток. И очень много по этому поводу волнений и вопросов. Вы говорят, вот человек умер, его уже там хоронят, мы об этом ничего не знаем, опять от нас кто-то скрывает. Но я повторюсь, товарищи, я много раз вам говорила, что статистика – это вещь не очень быстрая. Что для того, чтобы вошел в статистику умерший, ему недостаточно только умереть. Это процесс долгий. Должны быть вскрытия, должны быть взяты анализы. Эти анализы хорошо в лабораторной системе проведены. И после того уже, когда все подтверждено, эта смерть входит в нашу статистику. Но я хочу все-таки остановиться и рассказать немного об этой смерти. Это у нас мужчина, совсем еще не старый, 50+, который заболел. И был обнаружен в анализах, подтвердили его заболевание, по контакту с больными на работе. И сначала все это было очень спокойно, очень весело, бессимптомно. Многие тогда на работе вместе с ним, высаженные на карантин, говорили, что все это ерунда, не стоит на это обращать никакого внимания. И вроде бы и возраст позволял спокойно к этому относиться. Но уже через неделю появились симптомы заболевания. Достаточно быстро начало утяжеляться заболевание, ухудшаться состояние. Больной был госпитализирован сначала в нашу больницу, затем по состоянию здоровья переведен в Приволжский окружной медицинский центр. Достаточно долго там лечился и находился в тяжелом состоянии. Был переведен затем во вторую инфекционную больницу. И фактически без улучшений умер спустя месяц после того, как коронавирус был обнаружен. И хотя вместе с ним заболевшие многие уже выздоровели. Уже выздоровели те, кто в его семье, вместе с ним родственники заболели. Но вот я еще раз хочу обратить внимание на то, что как коварна болезнь и как она по-разному протекает у разных людей. И вроде бы-то человек работоспособный, еще совсем не старый. Но была серьезная хроническая сопутствующая патология. И в условиях инфекционного стационара Нижнего Новгорода, которая вытаскивала других больных из более тяжелой ситуации по коронавирусной инфекции, вот такого человека с сопутствующей патологией не смогло спасти. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем нашим горожанам. Я считаю, что, в принципе, ко всем заболеваниям нужно так относиться. Тем более к коронавирусной инфекции, которые у нас на сегодняшний день еще не поняли мы до конца, все-таки каким образом и как нужно себя вести для того, чтобы ей не заразиться. Пока у нас не введена еще вакцинация. Я считаю, что лицам, все-таки входящим в группу риска, нужно быть очень внимательными. Сейчас у нас началась, идет, вернее, уже скоро к концу, наверное, будет подходить, пара летних отпусков, когда отдыхают взрослые вместе со своими детьми, когда уезжают целыми семьями далеко от дома. И по возвращению тоже делают анализы. И в этих анализах мы у некоторых тоже находим коронавирус. То есть у нас сейчас есть как привозные случаи, так у нас есть и свои доморощенные с заражением в нашей зоне, в нашей загородной, ближайшей к нам зоне. И еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что заболеваний стало меньше, что легкий форм стало больше, что мы движемся к улучшению ситуации, но все равно есть пациенты, которые уже на уровне первых симптомов заболевания начинают резко в состоянии их ухудшаться. Поэтому, пожалуйста, следите за своими родными, следите и будьте добры и внимательны к своим коллегам, чтобы не заражаться. У нас, несмотря на то, что мы вышли на второй этап снятия ограничений, у нас по-прежнему остается масочный режим, мы по-прежнему внимательно относимся к социальной дистанции в 1,5-2 метра. Ну а в работе предприятия на втором этапе снятия ограничений очень подробно написано в указе губернатора от 12 августа номер 139. Можете его полностью почитать на сайте Нижегородском. И больше всего нас радует то, что открываются уже и спортивные сооружения, с и кинотеатры, и бани, и бассейны. Но все это пока с большими ограничениями по вместимости, по количеству лиц допущенных, по количеству зрителей, которые могут участвовать, смотреть на открытом воздухе различные соревнования спортивные, по количеству лиц, участвующих в массовых мероприятиях, даже если они проводятся на открытом воздухе. Пока этих ограничений еще много, но сам факт, что эти мероприятия уже начались, уже радуют людей, уже вдохновляют в них большую надежду. И не забывайте на фоне этой эйфории продолжать соблюдать меры профилактики. Еще я хочу сказать, что вышло новое постановление Главного государственно-санитарного врача Российской Федерации, которое изменяет порядок поведения для лиц, возвращающихся из-за рубежа, неважно из-за какой поездки, речь идет о всех лицах, которые въезжают в Российскую Федерацию из-за рубежа, воздушным транспортом. Но для них четко прописано, что они должны, во-первых, заранее сообщать о себе о возвращении на родину, для того, чтобы быстрее пройти все санитарно-карантинные меры, которые организованы в аэропортах сейчас. И через сайт госуслуг это все делается. Там есть специальный такой портал регистрации возвращающихся из-за рубежа. И затем по возвращении в Россию они должны в течение трех дней сделать анализ на коронавирус методом ПЦР. То есть это как раз те анализы, которые выполняются у нас в наших городских лабораториях. И в этой части много вопросов. Во-первых, вопросы эти, конечно, не к нам. Если четко указано, что должна быть регистрация на сайте, через сайт, значит, там именно и нужно эту информацию и анкету заполнять. Никоим образом не звонить нам. Мы такую информацию не принимаем. До нас только доходит информация, что такие лица в страну прибыли, и мы за ними следим, каким образом они сделали анализ или нет. Дальше второй вопрос касается проведения самих анализов. Люди надеются, что эти анализы будут проведены бесплатно, но нет. Не предусматриваются деньги федерального бюджета на то, чтобы делать анализы всем лицам, которые возвращаются из-за рубежа. Это становится заботой самого человека, самих этих людей. Значит, этот анализ нужно выполнить на платной основе. Это второй момент. И третий момент. Результаты этого действия должны быть размещены тоже на этом же сайте. Должна быть дана информация, что анализ дан такого-то числа. И сейчас выбирается на уровне нашего Нижегородского региона, какая именно служба будет отслеживать этих лиц, как правильно они заполняют анкету, заполняют ли, проходят ли эти анализы. И тогда уже будет решен вопрос, каким образом эти лица будут сопровождаться, каким образом они будут наказываться, если они это не будут соблюдать. И все это, конечно, сделано для того, чтобы в первую очередь уберечь их же самих от возможного завоза заболеваний для того, чтобы вовремя их выявить и лечить. И те лица, кто вернулись в течение 14 дней внимательно следят за своим здоровьем, в случае первых признаков, вызывают врача на дом. С этим все просто. У нас уже есть такие претенденты, когда приезжают люди, прожившие, даже не съездившие туда на маленький срок, а пробывшие там достаточно большое количество времени, приезжают и говорят, вот мы такие сирые и убогие, у нас нет ни копейки денег для того, чтобы сделать анализ платно. И бесплатно мы тоже не хотим. Я хочу предупредить таких людей еще раз, хотя мы с ними уже разговаривали по телефону, что это их прямая ответственность. Если они заболевают, это, понятно, это только для них плохо. Если они кого-то при этом еще заражают, то это вплоть до уголовной ответственности. И в любом случае, если они анализ не сдают, значит, они должны соблюдать меры предосторожности и изоляции. Они должны находиться дома, они должны выходить на улицу. Им разрешается это, естественно, выходить на улицу, но в средствах индивидуальной защиты. Вот таким образом сейчас решается вопрос контактов с зарубежными странами. И мы знаем, что у нас такие люди в городе есть. Не все туда ездят только ради того, чтобы посмотреть на красоты зарубежья. Есть люди, кто ездит к родственникам. Им необходим туда выезд для того, чтобы осуществить уход за своими родственниками. То есть есть поездки, обоснованные полностью. Но меры предосторожности, тем не менее, на этом этапе сейчас соблюдаются. Ну и еще хочу сказать, что сейчас у нас начали работать уже детские сады. Небольшое количество прироста детей в детских садах мы наблюдаем все вместе в связи с тем, что, наверное, пока они еще с родителями в отпусках. Но уже через неделю их будет больше, потому что будет подходить у нас 1 сентября. И сейчас уже начинает работать клиническая больница в части выдачи справок, осмотра детей, для того, чтобы они выходили в свои учреждения, возвращались в детские и дошкольные со справками. Что касается подготовки к школьному сезону. Уже вышли рекомендации, подготовленные совместно Министерством образования и Роспотребнадзором нашей Российской Федерации, где расписываются, какие меры должны быть приняты для того, чтобы начали работать школы. Сейчас наши школы и наш департамент образования проработают эти меры, подготовятся. И ближе, наверное, к делу все это вам объявят. Это будет, наверное, несколько разная ситуация по разным школам в зависимости от вместимости, от площади классов, от возможности проведения утренних фильтров и так далее. Но, тем не менее, подготовка в этой части школ уже идет. А мы хотим сказать, что в том числе мы понимаем, что нужно готовить наше население к осеннему сезону. И для того, чтобы в осенний период, когда нас захватит сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, когда, может быть, остается еще пока у нас под вопросом вторая волна вот этого осеннего подъема коронавирусной инфекции, для того, чтобы на этом фоне у нас не нагрузить очень сильно людей микс инфекции, когда возможно заражение сразу разными штаммами. А мы знаем по данным нашей организации здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения, все страны об этом говорят, что в этом году у нас ожидают новые штаммы вируса гриппа уже. Для того, чтобы не наложилось вот это несколько инфекций, в этом году уже к первому сентября мы ожидаем поставку вакцин в городе от гриппа. И уже за сентябрь, пока не началась, дай бог не начнется, но все-таки в подготовке к осеннему подъему, пока не началась вот эта волна новой заболеваемости, за сентябрь мы хотим массово проиммунизировать от гриппа с новой вакциной, с новыми штаммами тех людей, кто в соответствии с национальным календарем прививок относится к категориям, к тем группам, которые подлежат именно вакцинации от гриппа. Вот всем им в бесплатном режиме через клиническую больницу эти вакцины будут поставлены. Почему я нацеливаю вас точно так же, как и вся система здравоохранения, на сентябрь? Это тот месяц, когда у нас лучший иммунитет, это тот месяц, когда еще тепло, когда мы не заболели и не простужаемся на улице, дома, на работе, в детских садах и так далее. Это тот период, когда лучше всего выработать иммунитет, не дожидаясь ухудшения ситуации. Поэтому и сама буду примером и всех вас призываю, в первую очередь те, кто подлежит иммунизации, пройти и вакцину использовать на полную катушку, благо нам наш федеральный бюджет дает ее на бесплатной основе для групп риска, использовать ее. На этом я сегодня заканчиваю. Я рада, что мы встретились с вами, если только про смерть не говорить, то все остальные новости у нас с вами приятные. Желаю всем вам здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok